Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Молдова в студии Олеся Кайряк. Для начала главные темы последнего рабочего дня этой недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казам министра экономики Валерия Руссу, стоимость голубого топлива для нашей страны с апреля по июнь в составе 252,2 доллара США за тысячу кубометров, что на 58 долларов меньше, чем в прошлом триместре. Согласно контракту между «Газпромом» и «Молдова-Газ», цена на поставляемое топливо устанавливается раз в триместр. Между тем, как оказалось, российская пресса обладает самым высоким процентом доверия среди населения Республики Молдова. Об этом свидетельствуют данные барометра общественного мнения. Так, практически 35% респондентов доверяют российской прессе в принципе, а 12% граждан отметили, что доверяют СМИ РФ больше, чем любым другим. В то же время лишь 5,2% молдаван считают прессу Европейского Союза достойной доверия, а вот местные доверяют всего 5%. Самым популярным среди граждан Молдовы источником информации остается телевидение. Так узнают новости 70% опрошенных. Еще около 20% предпочитают интернет. Чуть более 6% получают информацию по радио и менее процента из газет. Опрос барометра общественного мнения был проведен компанией CBS Акса в период с 28 марта по 7 апреля. В нем приняли участие 1104 человека из 85 населенных пунктов страны. К другим темам. Директор муниципальной больницы в тизиопульмонологии Мария Чутулян снята с должности. Об этом сегодня сообщил глава столичного управления здравоохранения Михаил Молдавану. Поводом для увольнения послужило видео, размещенное в интернете, на котором отчетливо видно, как крысы бегают по палатам больницы и даже едят из тарелок пациентов. Молдаван уточнил, что наказание за несоблюдение санитарных норм понесут и другие работники медучреждения. Подробности в следующем репортаже. Появившийся в социальных сетях ролик, где отчетливо видно, как крысы разгуливают по палатам больницы в тизиопульмонологии, шокировала не только пользователи интернета. Глава муниципального управления здравоохранения Михаил Молдавану признал, что об этом диком инциденте он сам узнал из новостей. И считает, что ответственность за соблюдение санитарных и эпидемиологических норм лежит исключительно на руководстве больницы и соответствующих инстанциях. В задачу столичного управления здравоохранения не входит выявление нарушений тех норм, что предусматривает санитарный регламент. Для этого существуют учреждения, которые обязаны осуществлять проверки, информировать нас, а мы решаем проблему. В ситуации с крысами разбирались две специально созданные комиссии, которые выявили ряд нарушений санитарного режима, в том числе несоблюдение стандартов борьбы с вредителями. В наказание главу больницы Марии Четулян уволили, а других сотрудников, в том числе завоотделениями старшую медсестру, ждут взыскания. Михаил Молдавану сообщил, что отделение, подвергшееся нашествию грызунов, будет закрыто, а пациентов переведут на другие этажи, где недавно был сделан ремонт. О других новостях сегодняшнего дня узнаем из следующего обзора событий в рубрике «Короткой строкой». Соглашения об ассоциации, в том числе о свободной торговле, не противоречат правилам торговли со странами-членами СНГ. Более того, Россия может извлечь выгоду из возможностей, которые нам открывает Европейский Союз. Такое заявление сделал председатель парламента Андриан Кандук в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным, которая состоялась в Санкт-Петербурге. В ходе обсуждения собеседники также затронули вопросы, связанные с АТО-ГАУ с Ереей и Приднестровским регионом. В Тирасполе прошла встреча Нины Штански с главами МИСС, ЕОБАМ в Молдове, Пирко и Тепиолы и Франческо Бастальи. Инициатором переговоров выступила Приднестровская сторона. Темой дискуссии стала экономическая ситуация, с которой в последнее время сталкивается Левобережье. Уже сегодня транзит приднестровских товаров через Украину уменьшился в два раза. Торговый оборот сократился на 60%, от этого пострадали почти 100 предприятий. В МИДе непризнанные республики выразили надежду на более конструктивную роль ЕС и ЕОБАМ. Европейские дипломаты отметили, что попытаются изыскать новые возможности, которые принесут пользу всем сторонам. А уже на следующей неделе в Вене пройдут неформальные дискуссии с привлечением участников формата 5 плюс 2. Также в рамках встречи Нина Штански принесла извинения главе МИСС, Пирки Тепиоли, за инцидент, связанный с его задержанием на Приднестровской таможде 17 февраля, и назвала это техническим недоразумением. Правительственная делегация Молдовы во главе с вице-премьером по реинтеграции Виктором Осиповым находится с двухдневным визитом в Киеве. В рамках поездки члены делегации, в которую вошли представители МВД, пограничной полиции и МИДа, встретятся со своими украинскими коллегами и экспертами в области безопасности. Как ожидается, в ходе дискуссии стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам в повестке двухсторонних отношений, в том числе касающимся Приднестровского конфликта. Франция ратифицировала соглашение об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом. Церемония состоялась в рамках заседания Национального собрания, во время которого французские депутаты подчеркнули, что Молдова – самое демократичное государство из всех стран Восточного партнерства. До настоящего момента соглашение об ассоциации между ИРМ и ЕС ратифицировали 18 стран Евросоюза. Две иностранные компании – Чешская и Азербайджанская – приступили к реконструкции 82-х километрового участка Национальной автотрассы Кишинев-Фунгены. Модернизация предусматривает расширение проезжей части, строительство мостов и благоустройство территории, прилегающей к дороге. Согласно плану, работы должны быть завершены к лету 2016 года. Реконструкция трассы обойдется в 100 миллионов долларов. Власти намерены потратить в ближайшее время 8 миллионов леев на модернизацию пяти автовокзалов страны. В них появятся современные залы ожидания, бюлетные кассы, а также комнаты для матерей с детьми. Кроме того, будет обновлено санитарное оборудование и коммуникации. По словам министра транспорта Василия Ботнери, в этом году обустроят автостанции Гладиан, Кантемира и Центральный автовокзал столицы. К настоящему моменту уже завершилась реконструкция станций в Страшенах, Калараше, Унгенах, Фалештах и Флорештах. Всего в Молдове 30 автовокзалов. В мае в Молдове выйдет в свет третье издание Красной книги. В нее войдут 218 видов растений и 216 видов животных. Новая книга пополнится 75 видами растений, ранее считавшимися редкими, однако находящимися в настоящий момент на грани исчезновения. Выпуск тиража обошелся в 1 миллион 200 тысяч леев. Красная книга Молдовы впервые вышла в свет в 1978 году. Последний раз она переиздавалась в 2001. Завтра в Молдове и во многих странах мира пройдет международная акция «Тотальный диктант по русскому языку», где любой желающий сможет проверить свою грамотность. В Кишиневе мероприятия будут организованы в Российском Центре науки и культуры по адресу Василия Александри, 141-1 и в здании фонда «Русский мир» по адресу Кагалничану, 65. Начало в 15.00. Желающим принять участие в акции необходимо зарегистрироваться по телефону 022-2201-70 или на сайте totaldict.ru. Продолжаем выпуск. Мэр Кишинева Дарин Киртуака сегодня отправился в рейд по столичным кладбищам, чтобы лично убедиться в степени их готовности к поминальным дням. В целом, градоначальник остался доволен проверкой и, воспользовавшись присутствием журналистов, призвал горожан не устраивать на радуницу пиршества. Во-первых, заявил он, это не по-европейски. А во-вторых, шашлыки на могилах усопших и злоупотребление алкоголем никак не вяжутся с духовным праздником. В свой сегодняшний рейд мэр столицы начал с еврейского кладбища, затем проинспектировал ситуацию на Дуине, а после обеда прошелся по территории армянского. Местная администрация доложила, работы по облагораживанию территории завершены, могилы обраны, мусор вывезен. Кстати, в нынешнем году Дарин Киртуака предложил его сортировать. И для этого на столичных кладбищах будут установлены дополнительные контейнеры. Таким образом, может, повлияем на наш менталитет, чтобы мы все стали более цивилизованными, скажем так. А в остальном, в принципе, подготовка на хорошем уровне. Идут полным ходом еще работы. Здесь меньше, потому что, видимо, раньше были люди и уже убрали у могил. Поминать усопших – дело святое. А вот заниматься чревоугодием на их могилах не гоже, считает столичный градоначальник. Надеюсь, что будет без сашлыков. Надеюсь, что будет без того, что оскверняет даже такой праздник. Но традиции есть традиции. И отказываться от них кишиневцы не собираются. Я, например, собираюсь сделать плацинды, котлеты. Ну, сестра моя, сказала, сделает голубцы. Мы как бы договариваемся. И всей семьей каждый что-то приносит. Радоница – православный праздник, который христиане отмечают через неделю после Пасхи. Между тем, в предстоящие выходные ожидается похолодание. В субботу гидрометеослужба прогнозирует дожди и максимальную дневную температуру воздуха не более 15 градусов. Нестабильный характер погоды продолжится и далее. Так, в течение пяти дней с 19 по 24 апреля по всей стране даже будет действовать желтый код метеоопасности. В ночные и утренние часы ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе до минус 1-3 градусов. В дневное время суток воздух прогреется до плюс 13 градусов. Местами также возможны осадки. Такими были новости последнего рабочего дня этой недели. Далее вас ждет прогноз погоды и вести от наших российских коллег. Я, Жаля Сикаряк, на этом с вами прощаюсь. Удачных вам выходных и светлой радовницы. До встречи в эфире уже во вторник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова